Как укрепить свои колени и избежать болей во время выполнения прыжковых упражнений? Всем привет, друзья! Сегодня я покажу вам парочку упражнений, которые укрепят ваши коленные суставы и связки. Я считаю одним из лучших методов по укреплению суставов статодинамика. Статодинамика максимально прицельно бьет по вашим связкам, заставляет их по максимуму включаться в работу и дополнительно она нагружает наши медленные мышечные волокна. Чтобы развиваться гармонично, нам нужно тренировать все системы организма. Не только быстрые волокна, но и медленные тоже. Первое упражнение – это обычные волнообразные приседания. Суть данных приседаний такова, что мы сначала сами из верхней позиции подседаем на 5 см, встаем на 2 см. Затем опять подседаем на 5 см, встаем на 2 см. И так доходим до уровня, когда наш тазобедренный сустав становится ниже коленного. После этого все выполняем в обратном порядке. Встаем на 5 см, опускаемся на 2 см. Встаем на 5 см, опускаемся на 2 см. И получается наше движение ступенчатое. Мы как по ступенькам поднимаемся, опускаемся. Второе упражнение – это обычные статодинамические приседания. Мы с вами очень медленно приседаем вниз. Также до позиции, когда у нас тазобедренный сустав становится ниже коленного. И затем также медленно мы поднимаемся вверх. В верхней точке в обоих этих движениях мы колени не разгибаем до конца. Как выполнять статодинамику? Мы с вами работаем примерно 30-45 секунд до ощущения нестерпимого жжения в мышцах. Затем отдыхаем также 30-45 секунд. И выполняем от 5 до 10 таких повторений на одно упражнение. Также в качестве увеличения интенсивности можно использовать любое отягощение. Тут уже все, что будет вашей душе угодно. Самое главное правило – выполнять движения как можно медленнее и до ощущения нестерпимого жжения в мышцах. Это верный признак того, что вы все делаете правильно. Ах да, чуть не забыл. Выполнять статодинамику следует на полностью или частично полностью здоровые колени. Если у вас есть какие-то незначительные болезненные ощущения, то можно ее выполнять. Ну а если у вас есть какие-либо более серьезные травмы, разрывы менисков, связок, то вам, безусловно, нужно сначала обратиться к доктору, пройти курс реабилитационного лечения, полностью восстановиться и уже после этого только приступать к укреплению своих колен. Ну а на сегодня все. С вами был я, Кругульков Семен. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok